Увидишь, ну, ты прав. Иди, парни. Я до него и бьем. Давай, ходим. Вот тоже взрослые. Не юношеская. Взрослые. Взрослые-взрослые бегут. Ну, с какими пузиками? Легко, легко, да. У них общий старт? Нет, это мальчики молоденькие просто. У тебя большой привет. Физкульт-привет. Бочка, а куда мы идем? Я так кончилась, а ты меня решил в лес завести. И сейчас после дождя. Всем привет, кстати. Я сказала? Я не помню, я сказала или не сказала. Бочка, скажи привет. Мне. Я пришел к тебе с приветом. Рассказать, что лето, блин, кончилось. Нет, ну, это только Вова так может. Я его просила, умоляла. Вов, пойдем в лес, Вов. Вов, пойдем в лес. У него находилась куча отмазок. Почему нельзя было весной ранее идти в лес, потом весной. Средней еще, блин. Не, ранее мы были. Нет, это был конец февраля. Какого февраля? Или в марте мы ходили, когда снег нас там лежал. Поздней весной он меня увез в Турцию. А сейчас, когда прошли дожди, когда тут сейчас будет тройка комаров, он меня решил. А? Нету? Когда мы выпшикали все от насекомых, и у нас ничего не осталось. Ага, вот уже. Ну, вот ты говоришь. Мальчик побежал. Хорошо, в лесу. В любом случае, хорошо, да, очка? Комаров убегаем, Владимир? Отмахивайся. А ты у меня сладенький, тебя комарики любят кусать. Ну, мы сегодня, откровенно говоря, не планировали в этот сырой, важный лес заходить. Ну, хоть все лето, в конце концов. Пока оно не закончилось, Вовчик. Да? Да, уже закончилось. Да, ну нафиг. Так ждешь-ждешь. Так ждешь-ждешь. Чего ждешь? Лето. Помнишь, большая перемена. Кто-то по тебе ходит. Ждешь-ждешь, чтобы пойти в школу. Тут бах, и вторая смена. Так и мы ждали-ждали. Я без палки. У меня морда на весь экран. Сейчас покажу, какой пенек живописный. Лед. Я понимаю, а что теперь? Я вообще серьезно с тобой всегда разговариваю. Когда я не серьезно с тобой? Нет, я в последнее время позволила себе быть, ну, не в том смысле, не серьезно, а просто позволила себе быть счастливой и находить моменты счастья даже в таких походах во влажный, мокрый лес с кусочими комарами. Не, ну, заметь, это твоя была идея, а не моя. Я предлагала сдаться. Кац предлагает. Всегда предлагает сдаться. Лево, право, потолок. Ой, скользко. Папа родник уже отсвел 7 июля. На Ивана купала. Мы с тобой в этом году не искали цветок папа родника. Почка. А где указать или сдаться? Ну, повернуть в смысле. А как я иду? Я иду красиво. А я иду такая вся. Я иду в полуасон, кстати. Фонтанная покупка. Фонтанная покупка. Ой! Такое ощущение, что влажность стопроцентная. Да, Вовка? Да. Все равно дышится хорошо. Вот при всем при том, да? Да, да. Дышится хорошо. Кукушка наша, слышишь? Ай, кто так усаживает. Ай! По-моему, он уже сто раз пожалел, что мы сюда пошли. Да, Вов? По-моему, ты уже пожалел, что мы сюда пошли, нет? Нет, я еще об этом не думаю. Ты подумаешь об этом завтра? Такой-то у меня стройненький. Ну-ка, покажись. А личиком? Вовочка. Личиком. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ты знаешь, вчера вот фильм был «Красная шапочка», а у тебя красный рюкзачок. Ку-ку. Долго держит ее. Много лет жить будем. Хотя мы не гадаем. Так, дойдем до протвы? Да? А что? Мы давно не ходили на протву. С февраля месяц. Там сейчас представь себе, как заросло все. Не, может быть, и есть тропки, но... Да, пахнет сыростью, мхом. Не, ну уже, вот мы пошли, тяжеловато было, да? Нет, вот сейчас прям хорошо дышится. Да, пухе-то, не знаю. Воздух прям насыщен вот кислородом, да? Прям пьешь воздух. Правда? Подорожник травам. И куда мы идем? Лево, право? Жарит. Сеанс окончен. Ну, горло, наверное, надо прочистить. О! Вторая часть марлезонского балета. Тут где-то близко она. Да, Вова? Да, ладно, да. Асфальт, он говорит, надо проложить в лесу. А ему ходить было удобно. И на каждом дереве повесить ловушки от комаров, да? Это ты врываешься в их среду, Вова, обитание, а не они в твою. Когда они к тебе прилетают на восьмой этаж, тогда ты можешь предъявить какие-то им претензии. Претензии. Вова, ну какой ты странный у меня. О! Ну, скользко, ну. То у нас тут рыжее, ну покажи. Куда идем? Пять километров? Или три? Не, на три сворачиваю. Да, мы сюда не ходили никогда. Колокольчик. Цветики мои, колокольчики лесные. Пошли на протфол. Не, ну сегодня, во-первых, у нас вообще планов не было сюда заходить. Начнем с этого. Так как там на трассе соревнования, мы решили им не портить колею. Да, очень красивые колокольчики. Они не набитые, они одиночные, но они крупные. У нас как назло кончилось средство аэрозоль от мошкари у нас. Вова, маши, Вова, маши, потому что сзади тебя целый рой. А тут солнышко выглядит. Ой, как красиво. А ты себя Дон Кихотом возомнил? С мельницами борешься? Ветряными вовсе. Немножко из другой оперы, конечно. О, слушай, кстати, на Дон Кихотову на оперу я бы хотела бы попасть. Мариинку. Вова. Вара, извини меня. Не, ну мы в сентябре Снегурочку смотрели 20-го года. Или 21-го. Нет, 21-го мы были дома. 20-го. Смотри, какой нарост. А это кто? Тополь? А? Дерево. А вот оно. Петр Рягоч говорил. Дерево. Плещина, насколько я понимаю. Пушистыми ножками семенящими. У меня будет 20 километров. У нас шагомеры показывают разное значение. Кто-то кого-то дурит. Я хотела сказать, что я не толстая. У меня просто кость пушистая. Нет, я постройнела после Турции. Я перед Турцией постройнела. Во время Турции я, прыгая в полёте, я насытилась ионами морскими. И поправилась, когда летала. Вот. А сейчас я снова стройнею. У нас, кстати, в рюкзаке зонтик тоже есть. Кто там? Жабёнок? Лягушка, видишь? Лягушка маленькая. У нас уже третий раз обгоняй. Не то, что ты идёшь и обащиваешься. С пропеллером, Вова, у тебя реактивный двигатель. Вовочка, полюбуйся на деревья красотой. Не сосредотачивайся на комарах. Да, и они сразу тебя кажут. Ну, он о нас думать не хочет. Чего мы будем его трогать? Да они вообще не думают. Маши, маши, Вовка, маши. Маши. И, ты видишь, у нас тонко здесь. Ну да. Смотрите, болото. Смотрите, какая-то в лес. Ой, я забрызганная. У меня брызговики сзади не работают. Ну, красота же. Красота. Да, по этой тропке мы не ходили ни разу. А? Маш-маш? Да? Ух ты. Там секретный объект. Избушка, избушка, повернись к лесу сзади. Кляли передом. Эй! Я не знаю, что... Слушай, тут прилично место огорожено. Прилично огорожено. Солнышко вышло. Ты у меня такой солнечный мальчик. Слушай, вечно она с тобой заносит куда-нибудь. То зимой по колено и по пояс снегу. То летом. И причем каждый раз неожиданно. Ты помнишь, Вовка? Заметил? Закономерность такую. Каждый раз мы не планируем идти по определенному маршруту. И получается интересно. Влажность очень высокая. Ау! Паразит. Виталька. А вот он, думал, упустила лучик. Вот он там прыгает. Ну да, такие ровные, прям ровные-ровные деревья. Как спички. Вовчик, мне за тобой не угнаться. Солнышко появилось. Птички запели более интенсивно. Кукушка там чего-то брехала про возраст. Я говорю, солнышко вышло, птички запели более интенсивно. А так... А так только кукушка брехала про возраст. Слушай, а представь себе в тропическом лесу, где действительно стопроцентная влага. Покажи лицо своего. Асфальт. А ты слышишь, какое эхо? С какой волной звук распространяется? Ничего себе. Вот это да. А тут можно вообще качать? А я в лесу. Сейчас какой-то санитар выбежит из-за дерева. А ты помнишь, мы в Питере, там недалеко от Семи мостя, женщина в парке стояла и выкрикивалась. Может, мне тоже надо освободить энергию. Избавиться от негатива. Энергию, которая насаждается этим... Впитывать не надо. Понимаешь, ты энергия не должна взорваться. Нет. Я говорю об отрицательной энергии. Отрицательная энергия должна перерабатывать. Положительные эмоции. А? Положительные эмоции. Должна перерабатываться. Вова, я же не могу... Я же не могу быть все время в состоянии нирваны. Я не достигла того уровня дзена, чтобы все время находиться в состоянии... Ты почему еще не статела? Скажи, что ты только шурашливая. Любимый, я была очень неправа. Каюсь. Прости меня, пожалуйста. Дайте. Без попутал, Леша, без слова. Дурные мысли в голову вбил. Была неправа. Вовочка, как я тебе благодарна за то, что ты мне поднимаешь настроение. Тихо, не ругайся. Ой, какая красота. не папоротник, но тоже красиво цветет под цвет моей кофты синий. Так, тут опасно. Тут балета. иди, иди давай. Куда ты меня вообще ведешь? Вот действительно, сколько мы гуляем, мы здесь ни разу не были. три раза не были. Довольно тысячи километров. Ну, на пять ты не захотел идти. А тут Лис опять и три раза нас обогнал, пока мы идем. На своих двоих масленица. портал. Портал? Отдельный выход. Опять? Ну да, там тропинка была. Да ну, сейчас поэтому. Вот по этой тропинке бы выстил. Вовка, ну если было бы сухо, можно было бы идти по тропе. Нет, я не пустил. Слушай, ты пустил. Ну, идет и замечает красоту же. И наслаждается же красотой. А входит в несознанку и отрицает это. Ой, как хорошо. Ой, чуть не уронила. Хотела верхушки показать деревья. я иду рот раздявываю, надо смотреть под ноги, потому что скользко. Вообще, конечно, через камеру не передать того объема и масштаба этого леса. да, Водчик? Да. Вовка, а мы вышли вон уже к трассе. К асфальту. К асфальту. Водчик, ты видишь, я тебя вывел, а ты боялся. Переживал. Это обманчиво все, потому что лес, он всегда как-то в нем есть тайна какая-то, да? Кажется, что там серый волк выпрыгнет. Еще ты у меня, ну, хоть и не красная шапочка, но красная вот это вместо шапочки у тебя. На что намекаете? Что я прямым текстом говорю? Что страшно? Практически откуда зашли туда и вышли. А что ты выбросил? Все, уже думаешь, тут не будет комариков? Вот такая у нас получилась сегодня прогулка. А ты не засекал по времени сколько? По шагам-то мы можем посмотреть, а вот по времени вот. Прогулялись хорошо, вышли к цивилизации и тут снова продолжается. хотя, наверное, соревнования уже тоже закончатся. Уже так медленно катаются. Сколько? 8192. 5 километров? 5 километров это изданно. Тут мы три прошли по тропинке. Все. А вам всем мы желаем, чтобы ваш день был обязательно. какой? Никогда не скажет то, что я прошу. Всегда против системы. Пусть он будет всегда добрым, независимо от ваших спортивных комментаторов, которые вас окружают в этой жизни. А вообще, хоть я и говорю, иногда бурчу, но лето в самом разгаре. И все еще у нас впереди. Да, очка? Полотеный золот. Ши Алла. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok